Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Yulia et je suis enseignante de langue française. Сегодня мы с вами разберемся, как же, как определить рост существительного во французском языке. Друзья, уже 13 марта стартует второй поток моего курса «Французский с нуля до А1.1». Если вы хотите системно и качественно подойти к изучению французского языка, присоединяйтесь к нам. Первый поток моего курса получил множество восторженных отзывов. Но этот поток будет еще круче, потому что я доработала курс благодаря отзывам участников предыдущего потока. На курсе есть всего три тарифа. Самостоятельный, для мотивированных и дисциплинированных. С проверкой, чтобы вы получали проверку лично от меня. И с видеозвонками. Мы с вами будем созваниваться каждую неделю и отрабатывать пройденный материал. Ссылка на курс и подробная информация будет в описании к этому видео. Не упустите свой шанс начать изучение французского со мной. Начну с того, что во французском языке всего два рода. Мужской и женский. Среднего рода, как в русском языке, нет. Поэтому, как минимум, это упрощает нашу задачу. Первый совет, который я дала бы всем начинающим изучать французский язык. Записывайте слова в словарик с неопределенным артиклем. Потому что, если вы напишите слово с определенным артиклем, например, слово дерево, вы запишите как ларбр, вы после этого не разберетесь, какого же рода это слово. Если же вы запишите сразу в словарик дерево, в мужском роде, то вам будет легче запоминать. Второй совет, не пытайтесь делать параллель между русским языком и французским. Потому что не всегда это работает. Например, слово стол в русском языке мужского рода, во французском языке инь табль, женского рода. Но, несмотря на такие сложности, все-таки логика в определении рода существительных во французском языке есть. В нашем случае нужно обращать внимание на окончание. Давайте начнем со слов мужского рода и первый лайфхак, который поможет нам определить мужского род существительного. Языки, виды деревьев, дни недели и месяцы всегда мужского рода. Дни недели, например, То же самое с месяцами. Кстати, если вы вдруг не видели мое видео на канале про дни недели, А также мое видео про месяцы и времена года, И правильность их употребления во французском языке, Я вам оставлю подсказочку. Обязательно посмотрите их после просмотра этого видео. Виды деревьев, например, А теперь давайте перейдем непосредственно к окончаниям существительных И как с помощью окончания определить род. Мы с вами начали с мужского рода, поэтому первый суффикс будет Соответственно, все слова, которые оканчиваются на Являются мужского рода, например, И так далее. Следующее. Все слова на Являются словами мужского рода, например, И так далее. Слова на ИЭР Произноситься это будет как Также являются словами мужского рода, например, Также являются словами мужского рода. Например И так далее. Также являются словами мужского рода. Например Но здесь, обратите внимание, есть исключения. Это коротенькие слова женского рода. Слова, оканчивающиеся на war, также являются словами мужского рода. И, кстати, слова на phone и scope также являются мужского рода. Например Теперь давайте перейдем к словам женского рода. Итак, для женского рода характерны суффиксы. Например La confiture, la brûlure, la voiture и так далее. Следующий суффикс Sion. Например La natation, la station, la solution и так далее. Суффикс S также является признаком женского рода. Например La presse, la richesse, la politesse. Суффикс Et также показывает, что слово женского рода. Например Une assiette, une baguette, une allumette и так далее. Суффикс Anse также является признаком женского рода. Например Une apparence, une importance, la chance и так далее. Суффикс Thier, например La moitié, l'amitié, также слова женского рода. Слова на i, также слова женского рода. Например La famille И напоследок суффикс Ad, например La salade, la promenade. Эти слова также женского рода. Вы можете сделать скриншот этого видео и сохранить себе, чтобы вам проще было определять рёт существительного во французском языке. Приведённые ранее примеры помогут вам правильно поставить артикль, а также подобрать верное согласование прилагательного существительным. Надеюсь, это видео было вам полезно. Merci de vous regarder cette vidéo. Likez, abonnez-vous et à très bientôt. Salut !